Уважаемые коллеги, я прошу всех присаживаться, и мне очень приятно предоставить слово заместителю Министерства строительства Российской Федерации Волкову Дмитрию Анатольевичу. Пожалуйста, Дмитрий Анатольевич. Спасибо. Разрешите воспользоваться тригуной. Уважаемые товарищи, спасибо вам огромное за приглашение. Для меня большая честь сочетать приветствие от имени Министра строительства и жилищно-командального хозяйства Владимира Ильича Якушева и сказать несколько слов в качестве приветствия Академии от Министерства. Уважаемые участники общего собрания Российской Академии Архитектуры и Строительных Наук от имени Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации и от себя лично поздравляю вас с открытием отчетно-выборного общего собрания Российской Академии Архитектуры и Строительных Наук. Сегодня в стране идет реализация национального проекта «Жилье и городская среда», который предполагает большую прорывную работу в области архитектурных и градостроительных решений, внедрение новых технологий в строительстве, возведение современного жилья. Эта программа не может быть качественно реализована, если не будет основываться на глубоких научных исследованиях, анализе текущего положения дел и создании качественных образов будущего. Инновационный путь развития нашей страны и задачи, связанные с реализацией стратегии государства по качественному повышению уровня жизни, определяют необходимость обеспечения граждан достойным жильем, местами приложения труда, развития инфраструктуры. Представление о комфортной и безопасной среде жизнедеятельности связано с модернизацией и высокотехнологичным развитием архитектурно-строительного комплекса и градостроительной деятельности, основу которых составляют научные исследования, а также многоуровневая система профессиональной подготовки кадров. Сегодня научный потенциал Академии внушает уважение. Она объединяет 60 действительных членов и 115 членов корреспондентов, 86 почетных и 90 иностранных членов Академии, среди которых 147 докторов наук, 153 профессора, 115 заслуженных архитекторов, заслуженных деятелей науки и техники. Среди вас 62 лауреата Ленинских и Государственных премий СССР и России, победители международных конкурсов. Это мощная команда, которая может внести существенный вклад в решение задач, поставленных руководством страны и обществом перед отраслью. Взаимодействие Российской Академии архитектурно-строительных наук и Минстроя России на протяжении всех пяти лет работы ведомства активно развивается, Академия стала научной опорой строительной отрасли, одной из самых сложных сфер народного хозяйства страны. Именно Академия проводит отбор научно-исследовательских работ в сфере архитектура, градостроительства и строительных наук, организует конкурсы на медали и плома Академии, в том числе для молодых ученых, осуществляет мониторинг эффективности и результативности выполнения фундаментальных научных исследований в научных организациях под ведомственных министерствах. В последние годы усилилась экспертная роль Академии в совершенствовании и развитии системы технического нормирования в строительстве, создан научно-технический совет по техническому регулированию. Конечно, Академии предстоит еще много работы. Она должна совершенствоваться с учетом требований времени. Члены Академии должны стать реальными наставниками, активнее вовлекать молодежь, вести просветительскую деятельность. Курс выбран верно, нужно не останавливаться и идти вперед. Желаю общему отчетно-выборному собранию Академии плодотворной работы, а участникам доброго здоровья и успехов в научной и творческой деятельности. Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Владимир Владимирович Якушев. И позвольте, пользуясь случаем, и имея в виду, что я тоже недавно пришел на службу в Министерство строительства, и в некотором смысле это наше с вами знакомство, сказать несколько слов. Для нас сейчас действительно, вот все, что прозвучало в приветствии, приветствие это очень важная вещь, в приветствии всегда звучат добрые слова, но для нас действительно каждое слово в этом приветствии наполнено смыслом. для нас категорически важно, активное, даже немножечко, может быть, опережающее, то, как идут дела в смысле регулирования и вот на земле роль Академии. Она, без Академии, Минстрой не будет полноценным министерством. Вот такая позиция сейчас. Я бы хотел всего три тезиса кратко сказать, может быть, чуть-чуть развив те мысли, которые есть в приветствии. Есть несколько важных вещей. Первая важная вещь это молодежь. Это очень хорошо, что Академия состоит из людей, чрезвычайно опытных, заслуженных, прошедших великолепную школу, видевших много крупных проектов, которые происходят сейчас и которые происходили в советские времена. Действительно крупные и важные проекты. У вас фантастический опыт, но чрезвычайно важно, чтобы рядом с Академией, в Академии, вокруг Академии начала подтягиваться и сплачиваться молодежь. Есть такое очень, может быть, условное утверждение, утверждение, конечно, в кавычках, что науку делают не профессора, а аспиранты, а профессора эту науку олицетворяют. Но это, конечно, шутка, но в каждой шутке, как говорят, есть доля шутки. И фантастически важно, чтобы вы на новом витке развития Академии выстроили работу таким образом, чтобы молодежь появилась вокруг вас, чтобы она начала концентрироваться вокруг вас, сплачиваться вокруг вас, учиться у вас. Произошел бы сплав того нового, что мы видим и к чему иногда относимся с осторожностью, и того, что уже точно заслужило свое место в этой жизни, ту строительную науку, архитектуру, которую делали и олицетворяете вы. Это первый важный момент. Второй важный момент – это цифровизация. Три направления Академии олицетворяют собой те вечные ценности, если можно так сказать, вечные вещи. Они никуда не уйдут. Ничто в этом мире не может поколебать наличие архитектуры и строительных наук. Но при этом мы понимаем, что у нас сильно, критически, совершенно переворачивая нашу жизнь, меняется технология. Если вы не инкорпорируете это в свою деятельность, то, к сожалению, вы много потеряете. И мы потеряем много вместе с вами. Фантастически важно те технологии, которые приходят сейчас и которые меняют отчасти, в том числе и классические фундаментальные науки, тоже инкорпорировать в вашу деятельность. То, что называется условно-цифровизацией, это не дань моде, это не новый термин, который какое-то время побудет в нашем пространстве и потом уйдет, как это у нас иногда бывает. Это совершенно точно новый технологический уклад. И впитать в работу этот новый технологический уклад на уровне Академии также чрезвычайно важно. И крайняя вещь. Это роль Академии в публичном пространстве. Вот цифры, которые я прочитал, которые есть в послании, они потрясающие. Потенциал Академии фантастический. Но об этом, к сожалению, к великому, не все знают. Не все, в том числе и лица, принимающие решения, понимают, что в первую очередь надо, может быть, не в первую очередь, но уж не дальше, чем во вторую очередь, или рядом, или вот тут. Надо пригласить людей, которые прошли вот такую школу, это огромная большая команда, сплоченный огромный коллектив, что на это надо опираться. А для этого Академия должна звучать, звучать в публичном пространстве. Мы со своей стороны сделаем для этого все, что возможно. Но жизнь показывает, что вот это звучание, это не статьи в газете, это не хорошие отчеты, это даже не то, что называется словом пиар, или это может быть не только то, что называется словом пиар. Это еще и реальные инициативы, это участие в современных проектах от имени Академии, с флагом Академии, под флагом Академии. Нам очень важно, чтобы вот такой потрясающий инструмент, который есть в руках у Министерства строительства и который есть у нашей строительной отрасли, а у нашей строительной отрасли есть своя Академия, мало отраслей, которые могут похвастаться такой вещью, она сохранилась, чтобы вот этот фантастический инструмент стал номером один в смысле интеллектуальной, в смысле инициативы, в смысле формирования повестки дня. Цели президентом сформированы, но пути достижения этих целей мы только прорабатываем. И на этом пути много очень важных и интересных развилок. в нахождении правильного движения по этим развилкам мы очень хотим опираться на ваш опыт, профессионализм, инициативу. Я уверен, что вне зависимости от того, как вы выстроите структуру Академии, вот эти важные вещи вы учтете в своей работе. еще раз разрешите пожелать вам здоровья, успешной работы, всего доброго. коллеги, продолжаем нашу работу. В начале мы должны сделать несколько формальных, принять решений. Первый из них должно составить вот все, что в Академии на сегодняшний день числится 159 человек. Из них 55 академиков и 104 члены корреспондента. Мы должны подтвердить этот списочный состав Академии. Кто за то, чтобы подтвердить этот состав, пришел проголосовать? Нет, против воздержавшихся нет. Состав подтвержден. В настоящее время, вот на данный час, зарегистрировалось 92 члена Академии, академиков и членов корреспондентов. Этого нам достаточно, чтобы начать наше собрание. Если нет возражений, то я прошу подтвердить правомощность начала собрания. Кто за то, чтобы подтвердить правомощность, собрание принято? Против? Нет. Собрание считается полномочным. Таким образом, мы можем считать второй день работы собрания открытым. Теперь приступаем к работе в соответствии с тем порядком, который у всех имеется на руках. Сейчас по этому порядку мы должны выбрать счетную комиссию общего собрания членов РОАСа. Значит, предварительно, когда готовилось собрание, президиум беседовал с людьми и предлагает такой состав. Это, конечно, не принятый состав, это только предложение, которое мы должны обсудить. Это предложение состоит, предлагается в таком составе. Пасин, Ефим Владимирович, Москва, Академик РАСН, отделение градостроительства, Гнедовский Сергей Викторович, Академик РАСН, отделение архитектуры, Ерофеев Владимир Трофимович, Академик РАСН, отделение строительных наук, город Саранск, Мазаев Григорий Васильевич, Академик РАСН, отделение градостроительства, Екатеринбург, Селяев Владимир Павлович, Академик Расын, отделение строительных наук, город Саранск. Соколова Юлия Андреевна, академик Расын, отделение строительных наук, город Москва. Евеин Никита Игоревич, академик Расын, отделение архитектуры, город Санкт-Петербург. Дополнение какие-нибудь изменения предлагается? Нет? Тогда кто за данных товарищей, прошу проголосовать. Вроде воздержавшихся нет. Тогда есть такая просьба. Вот сейчас очень в короткие минуты собраться вот здесь для избрания председателя. Без этого мы не можем продолжать нашу работу. Просьба членов счетной комиссии подойти вот сюда на сцену, зайти на сцену, тут есть комната рядом, и быстро выбрать председателя комиссии. Пожалуйста, коллеги, члены счетной комиссии. Просьба членов счетной комиссии. Так, вы с ними... Вы объявление сейчас делаете? Слово для объявления представляется секретарем Президиума. Уважаемые участники общего собрания, я хочу сделать объявление такого рода. Когда вы будете получать под регистрацию бюллетеня для голосования, вам также в комплекте будет выдан документ, как внесение изменений в устав Российской академии архитектуры и строительных наук каждому члену академии. Будьте любезны, ознакомьтесь с этим документом. Сейчас одна-две минуты, я думаю, мы эту паузу нам пока нечем заполнить. Сейчас нам объявит председатель, я думаю, там долго времени не займет выборы председателя. Мы утвердим председателя и тогда пойдем дальше в соответствии с тем порядком, который у нас роздан всем участникам нашего собрания. Александр Викторович провожает заместителя министра и сейчас он тоже вернется в зал. Конечно, интересный был взгляд изложен в выступлении заместителя министра. Для нас очень важно, мне так показалось его заявление, что академия является важнейшей составляющей в деятельности министерства. И действительно прозвучали очень ярко его слова о том, что ни одна отрасль, по сути дела, не может похвалиться наличием у нее государственной академии. Я думаю, что это на нас накладывает очень серьезную ответственность. Но мы также должны и министерству показать, что мы ей действительно нужны, чтобы министерство на нас смотрело не сквозь пальцы, как это часто бывает, а чтобы оно действительно нас считало своими партнерами, причем партнерами в определенном секторе. А этот сектор называется мозговой штурм. Вот академия должна обозначить эту свою миссию. Она обозначена, она обозначена, но надо, чтобы она была признана. Но и определенным упреком нам, как мне кажется, прозвучало то, что в академии делается очень многое. Но в этом далеко не вся общественность, в том числе и строительная общественность, знает. Вот эту сторону тоже надо не только делать, но уметь показать, потому что это не просто, как было сказано, пиар. А это один из рычайков, даже не рычайков, а направлений инновации и внедрения того, что создается в академии. Этот упрек надо учесть, мне кажется, и пойти по пути его исправления. Но я думаю, что сейчас уже коллеги там справились. Не думаю, что у них идут такие дебаты, что они не могут выбрать председателя. Они заполняют протокол. Так. Ефим Владимирович, огласите. Да. Уважаемые коллеги, прошу огласить решение первого совещания счетной комиссии. Члены комиссии были объявлены. Избран председателем Басиновичем Владимировичем и секретарем Ерофеевым Владимировичем. Прошу утвердить этот первый протокол, это решение. Так. Есть предложение утвердить. Кто за, прошу проголосовать. Прошу опустить. Против. Воздержавшихся нет. Состав счетной комиссии утвержден. Спасибо за проверю. Ага. Спасибо. Следующий у нас по процедуре утверждение списка кандидатов на должность президента Академии. На должность президента Академии. Значит, у нас списки есть, списки розданы, списки розданы и у всех они имеются. Значит, там два кандидата у нас. Академик Охов Андрей Владимирович и академик Кузьмин Александр Викторович. Значит, мы должны этот список утвердить. Есть какие-нибудь замечания? Нет. Тогда прошу проголосовать за утверждение списка кандидатов. Против. Воздержавшихся нет. Список утвержден. Переходим к заслушиванию программ кандидатов. Слово предоставляется академику Бокову Андрею Владимировичу. Пожалуйста, Андрей Владимирович. Тридцать минут. Уважаемый председатель собрания, уважаемый президент Академии Александр Викторович, уважаемые лица президента и коллеги. Мне, в общем-то, легко выступать после вступительной речи заместителя министра, потому что я определенно о том же хотел говорить, наверное, только другими словами. А начать я хотел бы с того, что за пять лет, о которых мы вчера вспоминали, произошло, по крайней мере, два знаменательных события, которые сам непосредственным образом отражаются на судьбе Академии. Прежде всего, это то, что, коллеги, то, чем мы с вами занимаемся всю нашу жизнь, то, чему нас учили, то, чему мы учились, то, чему мы посвятили себя впервые за многие годы, становится едва ли не главной темой внутренней политики нашей страны. И тому подтверждение прежде всего 204-й указ президента, так называемый майский указ, тому подтверждением работа над стратегией пространственного развития, работа над стратегиями развития строительной отрасли, жилищной сферы, и, наконец, последний, чрезвычайно важный документ, который стал результатом Госсовета, проведенного в Казани, где, по крайней мере, два обстоятельства должны быть нами отмечены. Прежде всего, это поручение касательно организации или реорганизации института типового экспериментального проектирования, и второе – это положение или поручение о принципиальном реформировании всего свода правил, то есть всего корпуса СНИПов и сводов правил, касающихся, прежде всего, градостроительства, архитектуры, на основании так называемых стандартов комфортной среды, которые подготовлены к ГУМ РФ. Это означает, что нас заставляют серьезным образом пересмотреть наши представления и увеличить, если угодно, скорость движения к светлому окружению. Здесь написано, я готов это повторить, что, к сожалению, глубокому, вот тот потенциал, замечательный, огромный, гигантский потенциал Академии, о котором говорил заместитель министра, тем не менее, не используется в полной степени, не используется в полной мере. И вопреки логике, действительно, место Академии сегодня оказалось занято другими. Подтверждение этому, оно очень простое. Вот тот доклад, доклад, который готовился к Госсовету, о котором я уже вам говорил, он в основном, в своих основных компонентах, касающихся политики в области строительства, касающихся градостроительной политики, политики в области землеустройства, типологии, среды и так далее, и так далее, все эти принципиальные разделы выполнялись ДОМ РФ, Стрелкой и рангом МАУ, Институтом. Академии было поручено участие, по-моему, в четвертой или пятой части, в четвертом или пятом разделе, касающемся модернизации строительной отрасли и индустриального строительства, то есть понимая строительство, в общем, железобетонных зданий многоквартирных, и этим нам предложено было ограничиться. Это первое обстоятельство, первое обстоятельство, которое нам надо, с которым нам надо как-то, надо его принять и понять, как некую данность. Второе, чрезвычайно важное событие, это реформа. Реформа Академии, которая формально закончилась в 2018 году, началась с 2013 году, и смыслом которой было разделение, разделение всего того, что на протяжении, наверное, 40-30 лет мы собирали вместе. То есть, если раньше считалось, что обучение, научные исследования, опытно-конструктские разработки, производство и так далее должны были собраны быть вместе, сегодня, сегодня мы придерживаемся другой концепции. И суть этой концепции в том, что, или результатом реализации этой концепции стало то, что институты ранее подведомственной Академии вышли из подчинения Академии, в том числе из подчинения РАЗ. Они стали пребывать в прямом подчинении Минстроя Российской Федерации. Отчасти эта ситуация напоминает то, что в свое время, в 1963 году, было с созданием СНЕПов. Но в этом треугольнике, вот Александр Викторович вчера этот треугольник показывал, в этом треугольнике наименее устойчивой, к сожалению, в общем, страной оказывается Академия. В 1963 году Академия, как вы знаете, была создана в Академии художеств, а замечательным образом роль основного заказчика на выполнение научно-исследовательских работ стал играть госгородженострой, эти институты. Система была двучастная, то есть, с одной стороны, Министерство, с другой стороны, на систему СНЕПов. Сегодня мы оказались в роли посредников между заказчиком, держателем денег и между исполнителем этой работы. И несмотря на то, что фактически эти работы исполняются нами, они исполняются при методологическом сопровождении, они исполняются при, в общем, достаточно активном и деятельном участии нашей Академии. Вчера мы видели и слышали все это, действительно огромная и гигантская работа, но формально хочу вам сказать, все, что здесь делается, все, что нами исполняется, все это в конечном счете формально, до юра, является продуктом институтов Минстроя. Продуктом института Минстроя. И неплохо было бы нам понять, в общем, что закреплено сегодня, что входит в компетенцию Министерства строительства. А компетенция, в общем, она существенным образом отлична от тех компетенций, которые когда-то были за соответствующими советскими структурами. Прежде всего, сегодня все то, что касается территориального планирования, отчасти градостроительства и генеральных планов, постепенно движутся или уходят в сторону Минэкономразвития. Нам это надо отчетливо понимать. Что касается архитектуры, Минстрой продемонстрировал достаточно мягко, но в другой стороны вполне определенно, в общем, не отчетливую заинтересованность в покровительстве архитектуры. Закон об архитектурной деятельности, на котором мы возлагали очень большие и серьезные ожидания, причем не только архитектурные сообщества, инженерные сообщества также, потому что предполагали, что вслед за легализацией, вслед за повышением статуса архитекторов начнется работа, повышение статуса инженеров в нашем отечестве, вот все это, к сожалению, оказалось свернуто. Все это не пошло по тому сценарию, на который мы рассчитывали. Значит, круг задач Министерства строительства сегодня достаточно ограничен. И, строго говоря, мы должны понять тот месседж, который заключается вот в 253-м ФЗ. Он очень прост. Мы вас избавили от забот о деньгах, от организационных забот и так далее, в интересах получения от вас, вот потому что это было сказано достаточно отчетливо, некоторого-некоторого высокого интеллектуального результата. Вы должны выстроить картину будущего, что-то в этом роде нам было сказано. Мы освободили вас от всего, так сказать, ненужного, и мы ждем от вас, в общем, изложения некоторых сущностей и смыслов, да, базовых каких-то оснований политики. Что это означает? Это означает, если говорить об этих двух обстоятельствах, которые я назвал, что, в общем, нам надо меняться, нам необходимо меняться. Это прямое обстоятельство нашего, не просто выживания, а исполнения нашей миссии. Я хотел бы, следующее, пожалуйста, покажите. Я хотел бы вам показать вот на этом изображении, в общем, ту ситуацию, которая сложилась. Суть этого сводится к тому, что сложился целый-целый блок, вот такой обширнейший блок разного рода институтов, находящихся в прямом подчинении, в прямой зависимости, в жесткой связанности с целым рядом исполнительных органов власти, очень влиятельных сегодня, которые полностью покрывают, например, градостроительную тематику. Это РАНХИ, с которыми я говорю, это ОСИ, это ЭЭК, Институт экономики города, это Высшая школа экономики, ЦССР, это СОПС. Все эти институты, все эти институты чрезвычайно активно повторяют, и более того, они чрезвычайно популярны и широко известны вот здесь, в профессиональном сообществе, бизнес-сообществе, широко общей. Они издают достаточно большое количество литературы. Литература, которая распространяется по регионам, литература, которая распространяется по учебным заведениям и так далее. Они известны, чрезвычайно известны и популярны. Особое место занимают вот эти две институции, это Дом РФ и Стрелка. То есть все, что касается артурной тематики сегодня, фактически, все, что касается принципиальных, базовых, если угодно, структурных некоторых, концептуальных и так далее, положений, все это, в общем, все это создается, реализуется здесь, под покровительством ВЭБа Российской Федерации. У нас сохраняются связи с Минстроем, благодаря, в общем, титаническим, героическим усилиям нашего отделения строительных наук. Наши строители являются той единственной опорой, которая обеспечивает сегодня устойчивость Академии и некоторые контакты, контакты вот с этим уровнем, с этим уровнем. Одним из несомненных, в общем, одной из несомненных проблем, если угодно, является, еще раз, не только формирование вот этого блока, полностью, полностью отделяющего нас от подсостоящих структур, да, но и, но и то обстоятельство, что мы внутренне, внутренне, в общем, не связаны в достаточной степени. А это порождает риски, риски распада. И эти риски, они достаточно, в общем, очевидны. Не раз приходилось мне слышать разговоры о том, что, смотрите, вот в Академии, Академии художеств, куда в свое время остатки Академии в 63-м году перешли. Приблизительно такое же количество академиков, такое же количество исследователей. И в чем, в чем специфика ваша, да, коллеги, что же нужно делать в этих обстоятельствах? Следующий, пожалуйста, покажите. Следующий слайд. По моему глубокому убеждению, Академия должна стать, должна стать пространством, соединяющим и объединяющим всех вместе. Пространством, которое принято сегодня считать инклюзивным. Мы должны выстроить сегодня самые активные, самые продуктивные связи со всеми структурами, прежде всего с органами власти, прежде всего вот с этими людьми. За какие-то три недели, наверное, я обошел практически представителей всех этих структур. Я общался со всеми теми людьми, которые сегодня, интересы которых, ответственность которых, впрямую связаны с деятельностью нашей Академии. И результатом этих обсуждений, результатом этих договоренностей было следующее. Первое, я понял, что все эти структуры, все люди, которые в кабинете министров находятся, в администрации президента, в законодательном собрании Российской Федерации, действительно, чрезвычайно заинтересованы в получении качественного, эффективного, понятного, ясного и яркого научного знания, в тех представлениях, которые можем продуцировать только мы и дать только мы и никто другой. И это действительно так. И это действительно так, уважаемые коллеги. Я общался с представителями регионов. Пригласили меня на встречу с губернаторами, вице-губернаторами 40 регионов России. И я отчетливо понял, что эти люди действительно нуждаются в нашем участии, хотя бы в интересах создания так называемых региональных, межрегиональных и макрорегиональных стратегий социально-экономического и пространственного развития. Это тот тип документов, которые сегодня чрезвычайно востребованы. Итак, еще раз, мы обязаны стать главной, подчеркиваю, основной, ведущей площадкой общения, интеграцией знаний, умений и так далее, всех, кто здесь собран, абсолютно всех. Мы не участвуем сегодня, глубочайшему сожалению, во всех основных федеральном уровне, конференциях, встречах, фестивалях и так далее. Нас нет в Сочинском форуме, нас нет в Урбанном форуме, нас нет в Питерском экономическом форуме, в Питерском культурном форуме, в Гайдаровском форуме и так далее. Там, где едва ли не главными темами являются все те, о которых я говорил, то есть вопросы пространственного развития, вопросы решения там жилищной проблемы, строительной сферы, будущего строительной индустрии и так далее. Следующий, пожалуйста, покажите. Коллеги, я предлагаю, предлагаю, программа моя сводится к 12 шагам. 12 шагам. Еще раз, первая и самая главная миссия для нас это быть тем местом, где формируется не некое противоположное суждение. Вот вчера Шубенков очень содержательный в общем выступлении, говорил о том, что есть две точки зрения, агломерация или не агломерация. Я полагаю, что мы должны объединять все точки зрения, все точки зрения. И на основании анализа, на основании обсуждения этих точек зрения формировать доклад, формировать записку, формировать сообщение, формировать репортаж для тех, кто находится наверху, вот в той схеме, для тех, кто находится внизу. Объясняя, что существует такая модель, существует другая модель. В одном случае одни последствия, в другом случае другие последствия. Но выбор, коллеги, за вами, ответственность за вами. Такова сущность науки, таков смысл науки и научного знания, если угодно. И так мы должны стать пространством сборки, пространством объединяющим, пространством интегрирующим все. Нас действительно ждут и действительно наше знание востребовано. Что это такое? С каким продуктом мы должны прийти в конечном счете? Прежде всего, конечно, это записки, это репортажи, это отчеты, которые мы должны писать вне зависимости от того, запрашивает кто-то у нас это или нет. Это должно быть нашей реакцией. И поверьте, эта реакция будет встречена с одобрением и будет встречена, в общем, с достаточным энтузиазмом. Не было случая, чтобы то, что мне приходилось говорить в Совете Федерации, в Администрации Президента и так далее, оставалось бы без последствий. Я отчетливо чувствовал следы, следы тех, я не знаю, того убеждения, что ли, или тех слов, которые мне удавалось произносить. Восстановление доверия обществу. Важнейшее обстоятельство, важнейшее, о котором я уже сказал, мы обязаны стать еще раз главной площадкой, главным местом, главным местом, где проводится вот то самое фундаментальное, серьезное обсуждение, обстоятельное обсуждение. Нам надо расширять, в общем, свое присутствие, естественно, и в социальных сетях, и на телевидении. Большого труда это не составляет. А интерес к тому, что мы можем сказать, он чрезвычайно велик. Больше того, что этот интерес растет постоянно. И не отвечать на этот интерес, не отвечать на этот запрос. Глубочайшая ошибка. Единственное, что нам надо понять, есть такое простое правило. 1, 10, 100. Нам надо понять, что нашу концепцию, наши идеи, наши представления мы обязаны выражать в одной странице, в 10 страницах и в 100 страницах. Для того, чтобы все это было доходчиво, для того, чтобы все это, наконец, было акцептировано, для того, чтобы все это было результативным. Коллеги, я уже сказал вам, что в поручении президента речь идет о создании института теплового и экспериментального проектирования. Это дает нам все основания смотреть на Академию, как на учреждения научно-проектного характера. В этом наши силы, и нам надо всячески на этом настаивать. Что это означает? Означает, что нам надо расширять круг, так сказать, не только общения, не только тут поиначе формировать план наших работ, но и думать о том, как мы будем популяризировать наше знание, наше умение. И членов Академии, я извиняюсь, вне всякого сомнения, издавая монографии всех-всех людей, которые присутствуют в этом зале, которые сидят здесь, которые заслуживают того, чтобы быть чрезвычайно популярными и узнаваемыми. Следующий, пожалуйста, скажите. Коллеги, нам необходимо сосредоточиться на том, что называется междисциплинарными исследованиями. Просто если посмотреть на план тематических работ, которые у вас у всех существуют, в отчете вы увидите, что существует целый ряд сквозных тем, которые почему-то не выявлены до сих пор. Это вопросы экологии, это вопросы средообразования или средоформирования, это вопросы освоения российского севера, это вопросы, наконец, состояния профессии, это вопросы нормативной базы, о которых шла речь, это все межотраслевые темы, которые должны доминировать в портфеле Академии, в корпусе тех научных знаний, которыми мы с вами должны заниматься. Нам надо сосредоточиться на развитии территориальных отделений. Вчера говорилось о том, что мы очевидно, что недооцениваем смысл, значимость наших региональных отделений. Мы недооцениваем или не ощущаем вполне то обстоятельство, что каждое усилие, каждая книга, каждый дом, который построен за пределами Москвы, стоит втрое, в четверо, порой больше усилий. Мы должны с огромным уважением относиться к этим усилиям и делать все для того, чтобы поддержать наши коллеги. Прежде всего, через предложение, в частности, того продукта, о котором я говорил. Это работа над стратегиями социально-экономического пространственного развития регионов, макорегионов, это контакты с представителями президента в федеральных округах. И это то, что позволит всей Академии, наконец, опираясь на эти региональные структуры, завоевать и получить, и приобрести достойное место. Коллеги, основным продуктом, основным документом, если угодно, наших предшественников, то, в чем сконцентрирована была память об этих Академиях, были труды, фундаментальные труды, были монографии, монографии, качественные очень, документы, ценность которых постоянно растет. По этому пути, именно по этому пути идет сегодня мировая наука. Издательские дома, не знаю, всех американских университетов, всех крупнейших европейских университетов, они все нацелены, в конечном счете, на монографию, на серьезные фундаментальные труды. Есть монография, есть наука. Нет монографии, этого нет. Коллеги, я хочу вам со всей ответственностью заявить, что те книги, которые готовят наши с вами коллеги, я с восторгом могу назвать их имена, и вы их все знаете, и Мазаев, и Хохлук, и Любовный, и Кириченко, Нащекина, Мора, Мирович, Марк, недавно ушедший от нас, это люди, создавшие книги, которые заслуживают внимания мировой аудитории. Я достаточно хорошо знаком с тем листовой литературой, которая делает соответствующие структуры Гарварда, Ели и так далее. Могу вам сказать, что то, что мы пишем, не хуже того, что делается там. Но мы, к сожалению глубокому, неизвестны. И даже все эти требования цитируемости и так далее, все они невыполнимы в отсутствии монографии. Дальше, это же обстоятельство, собственно, является основным инструментом, если угодно, вхождением в мировое академическое сообщество. До тех пор, пока мы будем общаться только на русском языке, нас не будут знать. Сегодня Google Translator делает, возможно, мгновенные, очень качественные переводы любой литературы. Очень качественные. Гордые французы, гордые немцы, гордые итальянцы признали, что языком коммуникации, языком или средством инструментов вхождения мировой научный процесс является англоязычная литература. Как только мы начнем делать наши книги на другом языке, коллеги, поверьте, мы приобретем достойное место в этом пространстве. Достойное место. А поскольку у нас, как говорится, нет пророков в нашем Отечестве, значит, это позволит нам, наконец, и утвердить свое достойное и заслуженное место в глазах лиц, принимающих решения, о которых сегодня мы говорим. Следующее, пожалуйста, это взаимодействие с высшей школой. Дублировать высшую школу, академию, не имеет смысла. Есть другая институция, есть другая тема, есть другая программа. Это, прежде всего, непрерывное обучение, непрерывное образование, на котором, по моему представлению, академии вместе с учебными заведениями и надо светоточиться. Я не буду долго погружаться. Все вы достаточно опытные люди, очень хорошо себе представляете, что и как это надо делать. Расширение состава академии за счет принятия большего числа почетных членов. Об этом говорилось, коллеги. Но, но, не менее важным и не менее существенным для нас, наверное, является возврат к институту аспирантуры академии. Аспиранты академии были ее гордостью. В конечном счете, аспиранты академии, той, которая была в 1935 году создана и в последующий год, которая существовала, это была элита профессиональная, а воспитанная внутри академии. Мы можем выстраивать разные, разные, на основе договоренности, разные взаимоотношения с учебными заведениями, но, я полагаю, что, в общем, нам надо вернуться к обсуждению этой темы. Чрезвычайно важная, на мой взгляд, тема – это утверждение практики работы академии, принципов открытости, прозрачности, принятия решения, коллективного обсуждения, контактности, доступности руководства. Коллеги, я порой не могу понять, почему мы принимаем те или иные решения, почему мы отказываемся от прямого и деятельного участия, когда это очевидно, совершенно необходимо, что заставляет нас молчать. Я все время вспоминаю урок жизненный, который был когда-то мне дадим. Мы с Александром Викторовичем стояли в свое время много лет, 15, наверное, назад, возле одной весьма влиятельной дамы, и она нам так сказала, что… Я же даже не помню, о чем речь шла. Она сказала, вы ввели в заблуждение мэра. Мы говорим, да как, да что вы, мы же ничего не говорили. Вы ввели его своим молчанием в заблуждение, она была сказана. Повторяю, я не помню, о чем шла речь, но я помню, помню о том, как было выстроено, так сказать, вот это вот, вот это инвективы, этот упрек. Итак, коллеги, мы не можем, не должны молчать, во-первых, мы должны говорить, но мы должны принимать беспроводные коллективные решения в отношении того, о чем говорить. О чем говорить, мы обязаны это делать. И последнее, об этом, значит, многие годы мы мечтали, о создании академического фонда, о создании фонда, который позволил бы нам поддерживать наших коллег, которые нуждаются в этой поддержке, о создании фонда, который позволил бы поддерживать молодых, молодых начинающих, и о создании фонда, который позволил бы нам развивать новые, принципиально новые проекты. Следующий, последний, покажите, пожалуйста. Уважаемые коллеги, я не буду читать все, что здесь говорится, это и так понятно. Я очень трезво оцениваю свои шансы на избрание, но мне важно было с вами поделиться своими соображениями. Поэтому я раздал вот вам те материалы свои, у вас на руках, на руках моя программа. И хочу вам заметить, что еще месяц назад я не предполагал, не предполагал, что буду здесь стоять и буду вам рассказывать нечто подобное. Я был уверен, что буду голосовать Александру Ильичу Кузьмину, поверьте, близко у меня очень человек, одного из самых близких мне людей, с которым 30 лет мы проработали вместе, которого я искренне люблю, могу вам сказать, которого я считаю выдающимся архитектором, выдающимся специалистом, вне всякого сомнения. Но речь идет о другом. Погружение вот в ту реальность, в общем, о которой я вам сейчас сказал, чувство тревоги во мне посели просто, чувство тревоги за судьбу Академии. Вы знаете, я совсем еще, когда был маленьким, я помню конец первой Академии в 56-м году, какой драмой это было для многих. У меня мама архитектор, я помню тех людей, которых это коснулось, и я представляю, насколько, в общем, это было трагично для многих. Я помню конец второй Академии в 63-м году. Это было не меньшей драмой для Академии. Я хочу вам напомнить, что после этого 30 лет мы жили без Академии. Воссоздание Академии стоило огромных усилий нашим коллегам, огромных усилий, повторяю. И это не пользовалось, так сказать, особой поддержкой, особой популярностью. Для этого нужны были крайне энергичные действия и тогдашнего президента Академии, и чрезвычайная расположенность к нам Борису Николаевичу Мельцину. Сегодня ситуация менее благоприятна в отношении нашей с вами профессии и в отношении профессионалов вообще. К сожалению, в глубоком профессионализм, наше знание и умение не в той цене, в которой они, наверное, должны были бы быть. Коллеги, у меня нет никаких практически личных мотивов абсолютно для претензий на этот пост. Нет личных мотивов совершенно. Мне, в общем, в сущности ничего не надо. И если вы не окажете мне доверия, поверьте, моя дина будет только рада и счастлива. Я сохраню замечательное отношение с Рисадычем Кузьминым, повторяю, близким не очень человеком. Я не претендую на второй срок. Мой ресурс где-то это порядка пяти лет. Это максимум, на что я способен. Но я готов эти пять лет отдать Академии. И я обязуюсь, если вы примете такое решение, не только хранить Академию, не только оберегать ее ценности, но сделать все, чтобы Академия была успешной и процветающей. Спасибо, коллеги. Я не следил за временем. Если у меня осталась минута, я готов ответить на вопросы. Если нет, ну, если нет, так нет. Как мы поступим к регламенту, который у нас был утвержден, у нас не предусмотрено. Но если есть такая необходимость, ну, давайте. Есть необходимость, нет? Достаточно, да? Ну, хорошо, тогда будем соблюдать тот порядок, который был утвержден. Спасибо, Андрей Владимирович. Слово предоставляется Академику Кузьмину Александру Викторовичу. Уважаемые коллеги, я, наверное, начну с того, чем кончил Андрей Владимирович. Мы, правда, практически 30 лет работали вместе, плечом к плечу, в том числе и не просто. В стенах Московской архитектуры. Ну, и делали совместные проекты. Я тоже хочу высказать свое уважение к Андрею Владимировичу. Наверное, мне выступать немножко будет сложнее, чем Андрею Владимировичу. Потому что я буду говорить о том, что на фоне того, что было сделано, Андрею Владимировичу в этом вопросе легче. Он говорил о том, что надо сделать. Когда ты что-то сделал, всегда есть за что критиковать. Всегда видно то, что сделано не совсем может быть удачно, а что удалось. Если говорить о моей позиции, то я могу сказать одно. Академия – это постоянный и кропотливый труд по тем законам, которые есть на сегодняшний день. Нельзя по-другому. Я понимаю, что можно говорить о многом, но в первую очередь должна быть выполнена обязательная программа. И, к сожалению, на эту обязательную программу ушло довольно много времени за 5 лет. Если же говорить о тех направлениях в Академии, которые я считаю основными, наверное, я вчера в 45 минут говорил практически про все проекты. Я хотел бы похарактеризовать в своем выступлении тот момент, который я чувствую на сегодняшний день. К сожалению, идет разброд и шатание в нашей профессии. Она неоднократно расколота. Она состоит на сегодняшний день из частей. И мне кажется, главное слово, которое мы должны осуществить в ближайшие 5 лет – это слово «консолидация». Когда именно Академия на своей базе должна сплотить наш непростой архитектурный и строительно-научный мир. Мне очень понравились слова Петра «Всякий век должен довольствоваться своими талантами». Сказал человек про ренессанс. А мы, наверное, есть те самые таланты, которые, в общем-то, нами должны удовольствоваться. И, вы знаете, я подумал, а на базе чего вообще, в принципе, может быть наше единение? И вспомнил Литрубе его три слова – красота, прочность и польза. Почему? Вы знаете, сегодняшнее прочтение этого великого человека часто трактуется очень странно. Почему-то под пользой начинается пониматься средства, деньги, цена вопроса. И это затмевает все. А если посмотреть, как говорил Великий, что такая была польза для людей того времени? Польза – это практически была функция и правильная в связи функция между собой. Как он говорил, если город находится на равнине, центр должен быть в центре. Если на море, у гавани, место общения с Богом – всегда самое высокое место. И мне кажется, что именно красота, архитектура, прочность, строительная наука, а польза – это градостроительство. Это то, что и есть в нашей академии. Мы должны четко соблюдать принципы и помнить, что в свое время вполне было достаточно одного человека, который совмещал в себя все эти качества. Но время шло вперед, развиваются технологии, техники, знания, расширяются. И мы должны быть вместе, я полностью согласен с тем, что консолидация только трех отделений совместно может дать качественный скачок вперед. Самое интересное, если можно назад, самое интересное, что если говорить про деньги, у Витруя они были в виде дистрибуции в красоте. В красоте, как разговор с заказчиком и многое-многое другое. А теперь я хотел бы, знаете, сказать, наверное, чем должен заняться президент на ближайшие трассы. Потому что, я еще раз подчеркиваю, мы должны заниматься и фундаментальными науками. Я не хочу повторять то, что я говорил вчера. Эти все направления должны жестко, еженедельно долбать, долбать их, долбать, извините за такое слово. Но я считаю, что есть три места, которые должен взять на себя, собственно, президент. И первое, это раскол, который произошел на сегодняшний день в образовании. Не наше дело, не знаю, не согласен. Вы знаете, что произошло самое страшное, на мой взгляд? Произошло то, что появилось две профессии – архитектор и градостроитель. И когда это происходит в рамках мархи, ничего страшного нет. Вчера было замечательное выступление Андрея Борисовича Некрасова на отделении архитектуры, когда он рассказывал, как студенты, которые занимаются объемным проектированием, очень четко работают в градостроительстве. Но это в мархи, там, видите, профессия рядом. Но вы понимаете, что сейчас появляются институты, где появляются градостроители, а архитектуры нет. А с другой стороны появляются институты, где появляется архитектура, а градостроительство никто не слышал. У меня сейчас есть одна студентка. Она кончила институт, где, в общем-то, рисовать не учат. И сейчас, я считаю, задача президента совместно с Напризом, и работу эту мы начали с Михаилом Михайловичем, с Воронцовым Алексеем. Это, вчера об этом замечательно сказал Александр Петрович Кудрявцев. Детализация, более близко рассмотреть эти вопросы. Должен появиться архитектор-городостроитель. Это должна быть квалификация. Тогда мы это привяжем к тем вузам, где есть архитектурные факультеты. Но мало этого, мы должны сделать инженер-городостроитель. Потому что на сегодняшний день это тоже брешь. Инженер-городостроитель транспортник. Инженер-городостроитель, который знает инженерные вопросы городского хозяйства. И многое другое. И я считаю, вот одно из направлений, мы должны очень четко работать в этом направлении. Второе, если можно, это потеря специалитета. Красиво, бакалавры, магистры. Ну, извините, для Шведковского, для Исаулова, для Нащёкиной. Господа, они и сами себе построят ту вертикаль, которая ведет к науке. Они рвутся к ней. Это их душа. Но когда мы на сегодняшний день тратим время 5-го и 6-го курса на диссертации, а в регионах и в Москве даже не хватает людей, которые умеют рисовать города, просто не умеют рисовать. Стрелки развиваются. И я считаю, что вопрос специалитета. Мы тоже должны постараться вернуть. Кстати, с одному в чём-то это удалось. Я считаю, это очень важно. Мы должны иметь практику во всех наших профессиях. Иначе будут господствовать стрелки. И мы должны сами выступить, как учителя. Какой путь я вижу здесь? Путь мы его начали. Это работа с Российской Академией Наук. С учётом того последнего постановления, которое вышло по Российской Академии Наук в декабре прошлого года. Помните, да, что там написано? Я вчера пытался акцентировать ваше внимание на это. Там написано, что Российская Академия Наук отслеживает не только научные организации, которые входят в Миноборг, но отслеживает и другие научные организации, а также высшую школу с точки зрения научных исследований. И вот я думаю, именно работая с Минстроем, а это, кстати, немножко будет напоминать, извините, Дмитрий Анатольевич, работу шахтёров с отбойным молотком пробивать эту брешь, которую сейчас пробивает Павел Алексеевич и другие члены Академии, для того, чтобы мы вошли в программу Академии Наук как участники по трём направлениям. По архитектуре, по градостроительству и строительству. А пока вот что происходит, извините, я не мог не поделиться с вами вот такой радостью. Пройдите обучение на архитекторов дистанционно за три месяца. По профстандартам, да, на время сезона периода предоставляется 15 льготных мест. Цена 20 тысяч рублей. Не улыбайтесь, строители, ваша цена на 5 тысяч меньше. И третье. Я считаю, что именно в вопросах образования мы сами должны более внимательно. И почему силу-то у нас? А посмотрите в зал. Ведь все наши территориальные отделения это в основном на базе вузов. Это же в основном на базе вузов. Ректоры, кафедралы, это наши членкоры, это наши академики, это наши вновь назначенные советники. И я здесь согласен. Про и институт советников. Но мне кажется, мы должны немножко поменять подход. Может быть, я кого-то обижу. Как правило, на сегодняшний день мы приглашаем в советники скорее ровесников и друзей. А мы должны немножко сделать так, чтобы советники, в советники мы приглашали своих учеников, чтобы те люди, которые работают с нами, завтра у них появилось желание шагнуть в академию. У нас с вами советников 590 человек. И вот работа именно с этой контингентом, я считаю, она очень важна. И я отношу к первому направлению, про которое я сейчас говорю. Второе направление. Мне очень нравится эта фраза «Внутри всякого города всегда есть другой город. У каждого есть свой город, и каждый город, он разный». Как ни странно, не в зависимости от того, в каком отделении должен быть, будет президент, градостроительство, он должен поставить сейчас на первое место. Произошли большие потери. Вчера уже говорили про Илью Георгиевича. Мы можем назвать других людей. Некоторые просто стали более слабыми в работоспособности. И все это вместе одетые в направлении требует сейчас, наверное, рывка. И я здесь, как ни странно, вижу следующий раскол, который произошел, о котором Андрей Владимирович говорил, это когда половина градостроительства ушло в МинЭК, половина осталась в МинСРОИ. Причем в некоторое время такой материал, как генеральный план, болтался между двумя министерствами, но потом пристал к МинЭКу. Это тоже раскол. И здесь нам надо тоже стараться уже на уровне Фаилов, объединить ситуацию. Но мне кажется, главное не в этом. Я вспоминаю в первую очередь Высаковского, Александра Аркадьевича, к сожалению, ушедшего из жизни. Не могу не вспомнить Береговские охраны Николаевны и, конечно, Ильичевы Вячеслава Александровича, которые очень долго склоняют нас к новому слову градоустройству. И мне кажется, шаг от градостроительства к градоустройству это то, что нам может сейчас помочь спасти в принципе систему расселения России. Если можно, почему градостроительство? Да потому, что практически, начиная с Даниилом Александровичем, взятием колонны, началось построение нашего государства московского. И оно продолжалось практически 500 лет. Мы шли, мы развивались на восток, мы прорывались на запад, ибо строительство постоянно строили. То города стражи, то города добытчики, то города заводские поселения и многие-многие другие. У нас постоянно шло строительство. И на сегодняшний день у нас сформирована система расселения. И если можно, я считаю, что на сегодняшний день то задача, которую мы ставим, это уйти от Прометея и перейти к Ною, к Созидателю, от борца, от революции постоянных, к эволюции пространства, к эволюции пространства. Что это значит? Если можно, следующий слайд. Это схема Георгия Юсина, член-корреспондента. Мы обязаны сохранить действующее расселение системы страны живым, чтобы пространство. И вот для этого нам нужно градоустройство. Я думал много на это дело. И самое интересное, я сейчас хочу сказать, прием, по академику Малину, ее последняя проработка про генпланы, мастер-планы. Так это же потерянная часть того закона, который был уничтожен о реализации генерального плана. Те 10 лет, которые постоянно отдается под строительство жилья, вместо того, чтобы комплексно развивать город. И вот я думаю, сложив усилия разных отделений по этому вопросу, мы можем в ближайшее время выдать наше видение, какой должен быть генеральный план, каким должен быть документ на первые 10 лет, который должен объединить в себе овеществленные составляющие национальных проектов, когда лозунг продления жизни человека должен превратиться в конкретную больницу или поликлинику, или в реконструкцию больницы на той территории. И суммация этих обеществленных программ и есть задача. Да невозможно постоянно говорить о жилье. Жилье это не драйвер к развитию территории. Драйвер к развитию территории. Места приложения труда, а именно обеществление и сложение национальных проектов это и есть места труда. А уж люди извините, здесь заработают, возьмут там кредиты, ипотеки и тогда будут строить жилье. А так до кого строить? И я очень горд, что и мне и другим членам Академии совсем недавно удалось отбить этот ужас, который предлагался сверху, когда предлагалось развитие только 20 агломераций. Ведь никто же наверху даже не посмотрел, что если увеличивать 20 точек до 2-3 миллионов человек, это извините меня 30 миллионов россиян должны сняться со своих мест, бросить жилье, места приложения труда и перевехать в эти 20 точек. И я считаю это заслуга Академии, что ни в одном документе президента этого не прозвучало, а прозвучали другие слова, что города разные, исторические, сельские поселения, малые и так далее, и так далее. Да, надо развиваться глуперация, но как частью другого. И третье, если можно, если можно, мне очень нравится еще, когда нас пытались все сравнивать с Японией, знаете, вот я не мог не показать этот слайд, если у нас плотность населения 8,5 на гектар по России, а у японцев 336 человек с небольшим на гектар, мы должны смотреть на свою систему, мы должны ее четко знать, я сейчас вспоминаю опять, держа Валюю Георгиевича, ту схему, которую сейчас показывал Шабенков вчера, и я считаю, мы можем это сделать, и я бы за это тоже взялся, к тому же, извините, наверное, тоже немножко город строитель, и третье, я очень полюбил эти слова Фостера, прежде чем что-либо строить, слушайте город, прежде чем что-либо сносить, слушайте сердце, и я вспоминаю вчерашние слова Александра Петровича Кудрецова, а давайте поговорим об архитектуре, мы отделение архитектуры, давайте поговорим об архитектуре, и тут произошел еще один раскоп, как Мень нас расколол, назвав одних традиционалистами, а других креативистами, то есть на приз, союз архитекторов, академия традиционалистов, да, и в данной ситуации я считаю, мы здесь должны очень внимательно посмотреть на такое заезжие понятие, которое заездили, как среда, как среда обитания человека, если можно, мы все разные, и не может быть идеальной среди обитания, чтобы сейчас пытается сделать Москва, придумав урбоблоки, придумав урбоблоки, да, с плотностью от 40 до 65 тысяч на гектар, дорогая, представляете, представители регионов, в Москве строится жилье с плотностью 65 тысяч квадратных метров на гектар, а мы, наверное, все разные, и каждый хочет жить по-разному, и здесь, знаете, я даже подумал, что есть такой вид, новый вид архитектуры, я вот трудно произношу от слова инсоляции, инсоляционизм, когда берется линейка, вот такие уголочки, почему вот здесь выбит угол, думайте от мысли автора, а потому что, чтобы солнце в эту дырку проходило, и освещало первые этажи того дальнего здания, но самое дне, что не понравилось, Александр Петрович, ведь мы потом такие задания оформляем в хорошую архитектуру, оформляем в хорошую архитектуру, и даем за это премию, не знаю, я считаю, что нам есть чем гордиться, и я бы хотел, а вот я просто специально изучал в Чехии слово реновация, вот мне подойдет, реновация по-московски, вот есть реновация, есть, как есть колбаса, как есть, например, котлета, и котлеты по-киевски, там связи больше, там же если сможешь слово реновация, это совершенствование, да, и так далее, и реновация по-московски, когда вместо пятиэтажек 30 этажей с плотностью 60 тысяч, а вот реновация по-прашски, да, вид от центра вообще не видит, подходишь от новых районов, там все равно пиво, вместо пивного завода, и у нас есть такие работы, если можно, земцов Юрий Савич, я не знаю, вот это его Смольный парк, я считаю, достойный, новой архитектуры, новой композиции, осознаны и дворы, и скверы, и даже чуть ли не подворотни, следующее, пожалуйста, или, например, Сергей Викторович Гнедовский, ведь он мог пойти по другому пути, на Куликовом поле, как это сделал Брюлов, как это сделал Чутьев, поставил в вертикали, памятник, а он ушел в землю, он оставил поле, это тоже пример, извините, хочу показать свою последнюю работу город Доброград, я горжусь одним, не о рисунках, я думаю, все вместе еще меня покритикуем, мне понравилось то, что удалось, инвестор, он, как выступил на форуме одном большом, он сказал, я теперь, благодаря архитекторам, не торгую квадратными метрами, я предлагаю людям образ жизни, и их у меня три, усадебный, светский и активный, если нужно, и последнее, сегодня было сказано про цифру и прочее, я очень боюсь этого, это обязательно, это должно быть, но это вспомогательный элемент, цифра, она страшна, и очень легко запоминают, все запомнили 120 миллионов жилья, которые надо построить, и мало кто запомнил много красивых слов, которые Владимир Владимирович Кучин произнес, кроме этой цифры, да, потому что первая реакция была взять 20 точек и построить не там, где это надо, а там, где это выгодно инвесторам, если можно дальше, и в данной ситуации, даже сколько мне не говорили, я не думаю, что качество архитектуры объектов, построенных с помощью логиотехнической линейки, хуже, чем построенных с помощью компьютерных программ, и это мы должны научить наших учеников, возвращаясь вперед, и еще одно, давайте-ка не будем бросаться за красивыми словами, умный город, а до этого был умный дом, я никогда не забуду выступления, меня, никогда не забуду, да, говорить странно, тяжело мне быть на правительстве, отчитываться, представляете, у нас по отчетам, в Москве, в России всего 15 умных домов, а что все остальные дурные, а что наши предки тоже строили, не то, что надо, а теперь город, я так и вижу надпись, например, перед Зарайском, да, превратил наш город Зарайск, умный город, в течение пятилетия, как будто когда он был гордым крепостью рязанского княжества от Москвы, это он был дурной, и когда он стал частью засеченной черты, он был дурной, и когда он стал купеческим парадизм, в 19 веках был он дурной, давайте в данной ситуации четко понимать, что такое творчество, и что такое помощь в этом творчестве. И последний кадр. Я за пиару. Да, мы плохо себя пиарим, но еще одно хочу вам сказать. Вы знаете, ритм жизни увеличивается, ритм жизни увеличивается. Да, когда-то было перо, когда-то были ларины в усадьбах, было много времени, одно было хамингуи с печатной машинкой, а сейчас все, все больше и больше, превращается в комиксы. И многие знают уже Анну Каренину не по Толстому, а по комиксу. И вот я хочу сказать, да, плохо мы этим занимаемся, да, многое не удается, но я могу пообещать одно. Никогда я не позволю, чтобы Академия спустилась на уровне комикса, потому что он кому-то нравится, и так легче понять все остальное. Поэтому я считаю, мы идем, должна быть преемственность, в любом случае, кого бы не выбрали, должна быть преемственность, да, двух-пятилеток, как мы сказали бы раньше, и второе, что я хочу сказать в этой ситуации. Я обозначил те три программы, которыми должен персонально заняться президент. Спасибо. Коллеги, прежде чем приступить к проведению процедуры голосования, у нас есть еще по нашему порядку проведение собрания одно действие. На собрании будет рассматриваться проблема изменения устава. И чтобы нам не разбивать голосование на несколько, у нас есть такая необходимость сейчас провести одновременно еще с выборами президента, выборы председателя комиссии по разработке изменений в устав. Есть рекомендация внести кандидатуру Травуша Владимира Ильича на исполнение миссии председателя этой комиссии. Нет возражений. Мы должны эту кандидатуру избрать тайным голосованием. Поэтому одновременно с проведением выборов президента будет проведена выборы кандидатуры председателя комиссии. Есть предложение внести бюллетень для тайного голосования на миссию председателя комиссии вице-президента академика Травуша. Нет возражений? Нет. Тогда слово председателю счетной комиссии академику Басину Ефиму Владимировичу для объявления порядка голосования. Пожалуйста, Ефим Владимирович. Ефим Владимирович, вам слово для рассказа о порядке голосования. Выдаваться будет вестибюле. Ну и там, что надо оставлять в бюллетене? Вот тут очень важно, потому что по регламенту в бюллетене по выборам президента должна оставаться одна кандидатура. Если будут какие-то другие там, то бюллетень признан недействительным. Пожалуйста, Ефим Владимирович. Если можно вывести на экран форму бюллетня. Уже мои коллеги, вам будет выдано сейчас бюллетень для выборов президента академии с представлением двух кандидатов. огромная просьба, учитывая многие годы ошибок, чтобы не было испорченных бюллетеней. Пожалуйста, внимательно прочитайте и ознакомьтесь вот с этой инструкцией. Такая инструкция будет в каждой кабинке, кстати, если кто забудет. Значит, нужно обязательно поставить галочку для одного кандидата, первый верхний ряд. И ни в коем случае, если будут пустые колонки, значит, бюллетень будет и действительный. Если будет наоборот, две галочки, тоже будет и действительный. Только один кандидат по вашему выбору. Понятно, да? Да. Значит, просьба давайте мы оперативно проголосуем. Ефим Владимирович, еще нужно разъяснение. Кто будет считаться избранным? Сколько надо набрать? Нужно набрать большинство голосов. Сколько? Большинство голосов. Большинство или более 50% принимавших участие? Большинство голосов, но более 50%. Нет, а если два наберут меньше 50, остальные будут недействительными? Если будет одинаковое количество голосов, то будет второй торт. Второй торт тогда будет. Я думаю, до этого не дойдем. Ефим Владимирович, вопрос, ответ неполный. Кто-то наберет большинство, но меньше 50%. Второй торт. Будет второй торт. Вот это важно знать. Понятно, да? Нет вопросов другим? Ефим Владимирович, второй бюджет тогда по выборам председателя комиссии устава. Значит, вывесить можно? Нет? Второй торт. Пожалуйста. Мы сейчас будем выбирать еще председателя по уставу. Ну, здесь немножко проще. Один кандидат, значит, один квадратик. если кто-то против, тот ничего не ставит. Если за, ставят галочку. Не получается? Нет, не то. Второе, пожалуйста, бюджет. я думаю, понятно. А вот, пожалуйста, видите, бюджет действителен, если голосует за, если против, он тоже действительный. Понятно, да? Спасибо. Ну, здесь грамотные люди. Есть вопросы? Спасибо. Уважаемые члены академики, академики и член КОРЭ, регистрация и выдача бюллетеней будет осуществляться по отделениям в фойе перед большим залом. Позвольте нам 5-10 минут для организационных вопросов. Слово предоставляется председателю счетной комиссии академику Басину Ефиму Владимировичу. Уважаемые коллеги, объявляем результаты голосования президента РАСТ. Было выдано две конъюнтуры. Вы знаете, Боков Андрей Владимирович и Кузьмин Александр Викторович. Выдано бюллетеней 124, проголосовало 123, что составляет 77,3% от списочного состава академии. Выборы значит признаны состоявшегося. Действительно признаны 121 бюллетеней, недействительные два. Конкретно за Бокова Андрея Владимировича проголосовало 45 человек, что составляет 37% от проголосовавших. За Кузьмин Александр 76,3% человек или 63%, 37 на 63%. По итогам тайного голосования таким образом президентом Российской Академии Архитуры и Строэнных наук избран Кузьмин Александр Викторович. Подписи все вещества. Поздравляем. Так, коллеги, коллеги, одну секунду, одну секунду, процедура не закончена. Мы должны утвердить общим собранием протокол счетной комиссии. Да, это протокол номер два. Протокол номер два. Кто за то, чтобы утвердить этот протокол, прошу проголосовать. Так, против воздержавшихся нет, принятый единоглас. Ну, а теперь мы можем поздравлять. поздравляем. Александр. Путь, путь, Академия вы наметили на ближайшие пять лет, значит, выполняйте. Я, честно говоря, забыл, а что у нас дальше? Так, Ефим Владимирович, по выбору председателя комиссии по уставу. Дальше у нас результаты выборов председателя комиссии по уставу. У нас была одна кандидатура Трауш Владимир Ильич, Академик Красный. Выдано бюллетеней 124 донесли до столов 118 человек, что составляет 74% от списка состава. То есть, выборы признаны состоявшимся. Действительно, признаны 117 бюллетеней и недействительно один. Таким уже за Трауш Владимир Ильича проголосовало 117 человек, немножко неправильно написано, что составляет 99%. Как у Назарбаева. Поэтому по итогам тайного голосования в председательном комиссии по уставу Российской Академии избирается Трауш Владимир Ильич. Если можно, тоже утвердить этот протокол. Леонид Семенович, проголосуй. Кто за то, чтобы утвердить протокол счетной комиссии? Я тебя против. Против. воздержавшихся нет. Сейчас нам надо посоветоваться по дальнейшему видению. Я бы попросил избранного президента пройти в президиум, чтобы нам тут посоветоваться по дальнейшему видению надо. Тут есть вопросы. Значит, коллеги, все-таки принято решение, поскольку у нас мы идем с опережением графика, но обед в ресторан будет готов попозже. А? Да, вот есть такое предложение как раз разобраться с вице... не то слово начать процедуру выборов вице-президентов. Значит, у нас фамилии вице-президентов, претендентов на первого вице-президента и на вице-президентов розданных. У всех в раздаточном материале они есть. Значит, есть необходимость оглашать? Нет. Тогда есть предложение утвердить этот список кандидатов на первого вице-президента вице-президентов академии. Кто за это предложение, чтобы утвердить список кандидатов? Прошу проголосовать. Вроде воздержавшихся нет. Тогда я предоставлю слово президенту академии академику Кузьмину Александровику. Учитываю то, что с одной стороны плохо говорят уважаемые коллеги, хочу вам сказать большое спасибо всем. Вы знаете, все-таки самое желобовое неприятное это безальтернативный выбор. А то, что и я, и Андрей Владимирович, да, у нас свои взгляды. Но я хочу первое, что сказать спасибо всем, кто пришел, кто приехал из своих регионов. Это все говорит о нашей любви к академии. Я могу одно сказать. Для всех академия должна быть превыше всего. Превыше личных амбиций, выше, чем личные амбиции. Любовь к себе хорошему. Академия превыше всего. И у нас теперь с вами новый устав и по новому уставу. Раньше этого не было. И даже Кириченко, иногда академик не любил эти минуты, когда кто-то кого-то предлагал. по новому уставу президент должен высказать свои пожелания по составу его команды. Это записано в уставе. Поэтому я бы хотел сейчас сказать свое видение. Но если говорить про первого вице-президента, то в данной ситуации, я думаю, ни у кого не возникнет сомнения, когда мы говорим про Териченко. Несмотря на большую работу его в ГСУ, несмотря на большую работу Московской городской думе, то, что это нам помогает, он активно ведет себя и всегда имеет свою позицию в нашей академии. Поэтому однозначно считаю, чтобы его творческий путь в рамках академии был продолжен. Довольно легко говорить мне про отделение строительных наук не от того, там по одной кандидатуре, потому что это все, кстати, было отмечено и Андрей Владимирович про определенные набранные темпы этим отделением и личные заслуги и соответственно Владимира Ильича Трауша и Николая Ивановича. Корбетка, мне кажется, ни у кого не вызывают сомнений. Я считаю, что мы, несмотря на то, что у нас разные профессии, нормально, хорошо сработались и главное, что сейчас набранный темп, который взял сейчас и по фундаментальным исследованиям, и та большая работа, которая сейчас ведется по поисковым, по прикладным видам работ, которые упали из ПАУ-2ЦС и была проделана грандиозная работа, она продлится. Я думаю, новые какие-то направления тоже это все будет вопрос не решен. Точно так же, я так и думаю, что не вызывает совершенно сомнений кандидатура Вячеслава Александровича Ильичева с точки зрения вице-президента по инновациям. Я хочу сказать, что а может просьба к членам Академии быть более активными не только в выборные времена, но и на регулярной основе. Потому что то, что у нас появился инновационный журнал, то, что его может смотреть вся Россия, та, что называется дома, это его заслуги. Вот здесь тот самый случай, когда мы-то четко знаем своего героя. Сложнее мне говорить про свое родное отделение архитектуры, не менее родное отделение градостроительства. Там у нас альтернатива выбору. И если говорить про архитектуру, вы сегодня заслушали мою презентацию, я большое внимание выделяю связью с высшими учебными заведениями. Совместная работа с точки зрения молодежи, с точки зрения всего. Поэтому я лично отдаю предпочтение Иса выписал Георгию Васильевичу. Это не значит, что не может быть другим. Это я высказал свое. Особо сложно мне говорить про отделение градостроительства. две кандидатуры Швенков Михаил Валерьевич исполняющий обязанности и Бодаренко Игорь Андреевич который тоже подал заявку на данную должность. Вот здесь я считаю сложный выбор для меня лично. Если можно я откровенно скажу да с точки зрения почему. Не знаю Михаил Валерьевич но дай Бог здоровья и всего но сомневаться в некоторых вопросах на мой взгляд вице-президент не должен. Не должен сомневаться в некоторых вопросах. С другой стороны когда я говорю про Игоря Андреевича то все мы его знаем больше как историка сейчас надо заниматься в первую очередь всего сегодняшним днем. Поэтому дорогие коллеги я опять же исходя из общего блага академии этот вопрос оставляю открытым я этот вопрос оставляю открытым одно могу сказать я как и обещал когда выступал я себя на ближайшее время вижу ближе к отделению градостроительства мне кажется это тот момент где мы должны вместе все сплотиться и наши отдельные проработки наши отдельные мысли сложить в единый какой-то рисунок поэтому вот мое мнение по тому что будет расходить далее спасибо коллеги сейчас мы перейдем непосредственно к выборам слово председатель счетной комиссии Ефим Владимирович пожалуйста уважаемые коллеги действуем по той же схеме сейчас буквально через 5 минут там же вам будут выданы бюллетени на тех кандидатов которые назвал президент академии значит получаете смотрите голосуем и считаем есть вопросы я не знаю вот пожалуйста или то же самое давайте так же чисто сработаем как и по первому вопросу недействительных чтобы не было все понятно да спасибо нет вопросов председатель счетной комиссии спасибо тогда маленький перерыв и пойдет голосование спасибо слово предоставляется председателю счетной комиссии академику покупает сына Ефим Владимирович уважаемые коллеги объявляю результаты голосования будем по каждому протоколу господин по каждому протокол номер 3 заседания счетной комиссии по избранию на должность первого вице-президента академии на должность первого вице-президента выдвинут один кандидат Теличенко Валерий Иванович выдано бюллетени 116 проголосовало 116 человек что составляет 73% от списочного состава то есть выборы признаны состоявшимися действительными бюллетенями признаны 116 бюллетеней за Теличенко Валерий Иванович проголосовало 101 человек что составляет 87% от проголосовавших против 15-13% таким образом по итогам тайного голосования первым вице-президентом российской академии автористских наук избран Теличенко Валерий Иванович коллеги коллеги давайте утвердим протокол а потом группа стреляет кто за то что будет утвердить результаты голосования протокол счетной комиссии прошу голосовать а что отпустить вот теперь можно поздравить протокол номер 4 поздравить на должность вице-президента по направлению архитектура на эту должность выдвинуты две кандидатуры Буш Дмитрий Бельямович и Саулов Георгий Васильевич оба академики выдвину 116 бюллетеней проголосовало 115 что составляет 72% от списочного состава членов выбора признаны состоявшимися действительными признаны 114 бюллетеней один недействительный за Буша Дмитрия Вильямовича проголосовало 35 человек что составляет 30% от проголосовавших за Исаулова Георгия Васильевича 79 человек что составляет 70% от проголосовавших Таким образом поэтаж Академия Михайлович Саул Жорин Россия Есть предложение утвердить результаты голосования кто за прошу проголосовать Теперь можно поздравлять Спасибо Протокол номер 5 по избранию от должности президента по направлению градостроительства Выдвигалось два кандидата Бондаренко Игорь Андреевич и Шубенков Михаил Валерьевич оба академика Выдано 116 бюллетеней проголосовало 116 что составляет 73% от спецсостава Выборы признаны состоявшихся Действительными признано 108 бюллетеней недействительными 8 За Бондаренко Игоря Андреевича проголосовало 43 человека что составляет 37 процентов от проголосовавших За Шубенкова Михаила Валерьевича 65 человек что составляет 63% от проголосовавших Шубенков Если предложение утвердить то запрошу проголосовать Теперь можно поздравить Протокол номер 6 по избранию вице-президента 6% как за 6% как в высшие времена Против Трауша 3 человека 3% Таким образом Трауш Владимир Ильич избирается вице-президентом просьба Проголосовало 115, 72% от списка состава. Выборы признаны состоявшимися. Действительно признаны 114 бюллетеней, один недействительный. За Ильичеву Вячеславу Александровичу проголосовало 94 человека, что составляет 83% от проголосовавших. Против 20 человек, 17% проголосовавших. Таким образом, по результатам тайного голосования Ильичеву Вячеславу Александровичу избирается в вице-президентном академии. Чтобы проголосовать, кто за утверждение. Спасибо большое. Спасибо, Ефим Владимирович. Слово президенту академии, академику. Александр Викторович. Уважаемые коллеги, я хочу поблагодарить за четкую работу сегодняшнего дня. Мы с вами, как скорая помощь, оказались в окончательной точке раньше, чем ожидалось. У меня есть два вопроса. Первый, я вас очень прошу. Завтра у нас напряженный день. Мы начинаем работать в 9 часов под делением. Мы выбираем ученых секретарей. Мы с вами завтра утверждаем устав. Мы с вами награждаем на победителей нашего конкурса. Я очень прошу, чтобы мы могли вовремя начать наше завтрашнее совещание. Еще у меня есть просьба. Я завтра должен на ваше рассмотрение вынести новый состав президиума. У меня к вам просьба. Я считаю, что те люди, которые сегодня получили 30, 40, 50 процентов, меньше 50 процентов голосов, и за них голосовало большое количество членов нашей академии, чтобы они были включены в состав президиума. Нам нужны другие взгляды. Поэтому я очень прошу, чтобы и Андрей Владимирович Боков, и Буш Дмитрий Велимович, и Поднаренко Игорь Андреевич были включены в состав президиума. Это те люди, которые имеют большую поддержку в академии. Я прошу поддержать меня завтра. Сегодня просто прошу. Спасибо. На этом сегодняшнее заседание завершено. Спасибо всем. Субтитры создавал DimaTorzok